И что же там у нас такое-то? Какая сказка! Сколько их штук-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ничего себе! Я вообще не ожидал. Кобель. Мальчик четыре и... Девочка. Пять девочек четыре мальчика. Тигрулечка моя девочка. Все хорошо. Все хорошо, да. Давай, согревайся ты, на закрошу. Так, все, щенки, здесь идем смотреть на тигру. Ну и что ты? Все? Дальше ты сама не способна? О, стоит, смотри. Стоит, стоит, аж грунт стоит. Все. Одна ножка подкашивай. Ножки прям подкашивай. Пищу качаешь? Пока все хорошо. Сейчас будем смотреть, как она деток примет своих. Дошевелили лапками, все как надо. Лежи, лежи, тигра. Какие замечательные дети. Тигра, нет, лежи. Откроем инкубатор. И забираем всех. Красавчик. Прям видно бульдога. Все. Сейчас насыпала корму. Видите, она его хорошо поела. Это хороший признак. Через час будем ей показывать чиночку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто цепляешься не там. Вот смотри, что это. Еда. А ты куда пошел? Еда. Да. Вы, дурашки, не понимаете сразу, да? Еще не догадываетесь. Еще не догадывается. Да я думаю, мы давай всех сразу. Ну, там посмотрят. Кто-то будет отдыхать, спать. Кто-то будет хрумкать. Кто-то будет хрумкать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки же, может, хотят кушать. Кто-то, может, просто с мамой поспать хочет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты чего там потерялся? Все, да, закрывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. Да какие вы... Все? Прилип? Не прилип. Вот. Что такое? Тут что, присоска сломалась? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вроде всех прилепило. Да ладно. У нее сколько сосков? 10-10? Интересно. Какая большая-большая. Паюка. Молочная. Молочная ферма. Молокоферма, да. Вот родила по 11, уже бы не хватило. Что, потерял? У-у-у. Ну, это не. Голубые, конечно, выделяются шикарно. Да. Нарядненько. Голубые-то есть, но они такие вот, вообще полностью прокрашены голубой. Это же вообще шик. Да? Да. Редкость. Потому что у нас в России есть голубые триколоры, но они не прокрашены полностью. А это мальчики еще. Да. И причем они вяжутся. Красочно. Потому что вставляют большое. Ну, такое же пятнистое. Угу. А можем сделать тест на пятнистость? Нет, тест здесь не нужен. Нет. Тигруля пока молодец, вообще адекватная. Ну, пока тут я, я пока-то сидел на кухне, она ко мне подходила, хвостиком вилялась. Она к тебе, к сожалению, подходила. Ну, да. А не к инкубатору. Сюда ей было неинтересно. Угу. Ну, чекраши полностью прокрашены, тоже круто. До всей пятнистости практически нет. Ну, есть вот у этого много белого на голове на шее. Ну, да, еще единственное единственное. Нет, вот голубое у него тут пятно, но это пятно, как вариант, оно может вообще исчезнуть, это пятно на холке. Вот, а на мордочке немножко белое будет. Я люблю, когда на мордочке есть немножко белое. Вот рядышком у него грудка белая, вот с белым пятном, но у него красиво на мордке. Грудку-то ладно, грудку-то не считай. А вот с морды, скорее всего, вот это белое уйдет. И здесь, скорее всего, белое уйдет. А вот у этого на морде белое останется. И у этого останется. Ну, может быть, еще тут что-то такое останется. Видишь, на мордочке тигровое. Но есть у нас тигровый и полностью прокрашенный. Вот этот, вот допустим, вот этот. Ну, тут, может быть, около носика пятнышко маленькое останется. А еще чем хороши полностью прокрашенные, но не белые морды, тем, что полностью прокрашенных вот этих слезных дорожек не видно. Да, кстати, точно, у бульдогов же почти всегда глаза текут, да? Ну, они текут, потому что такое строение глаз. А, понял. Еще не реагирует, я ее трогаю, а она пофигу ей все. Спит. Чплю, скажи, он что-нибудь от меня. Молочко вырабатывается, а я, скажи, сплю. Я скажи, покушала, попила. Да, пописываю. Все сделала. Хвостиком повиляла, мне пооблизывала руку. Все нормально у нее. Она вообще приехала как с курорта. Уже расслабленная, отдохнула. Потому что ей легче стало. Ей легче стало. Прямо видно, что ей легче стало. Насколько ей было тяжело эти дни, она тут ходила кое-как. И вдруг такое облегчение, что у нее прям хвостик виляет. Ну, дети довольные. Получили то, что хотели. Да, все хорошо, все как надо. Теперь надо, чтобы пузики наели, чтобы хотя бы часика три поспали. Ну да, а то мы их где-то часа полтора ребят назад кормили. Они поели и поспали в 10 минут, ну полчаса может. И опять давай возиться, искать. Ну, сейчас точно наесться, потому что мы приехали, сделали все дела по дому с собаками. И теперь свободно. Сейчас я, наверное, будится участие, пока все не отклипнут. Тигры не дашь понюхать пока, попозже? Ну нет, пусть пока спит, пусть приходит в себя. Даже не сейчас, да? Нам спешить, мне некуда спешить. Завтра, да? Ну, может быть, да. Понятно. Да, она то спаться он не может, а ты хочешь ей щенковкой играть в технике. Короче, друзья, оставляю я тут Яну вместе с тигрой. Ничего сегодня больше не произойдет. Сейчас она их просто всех будет долго-долго кормить. Включится ей какой-то видосик и будет сидеть, смотреть на чиночков и тоже сама отдыхать. А я пойду спать, потому что у меня очень сильно сегодня болит спина, и я даже вообще без настроения, мне даже не нагнуться туда нормально, их не снять. Поэтому, надеюсь, завтра мне будет полегче, и уже как раз посмотрим на реакцию тигра. Вдруг она уже начнет с утра ломиться к инкубатору, как бывало у лисы на третий день вдруг началось. Но верим в чудо, надеемся, что все будет хорошо. Включимся завтра утром и узнаем, какие новости Яна проснется, нам расскажет. Друзья, доброе утро. Все равно вот я проснулся, сейчас 5 утра, у меня был будильник заведен на 5 утра. Кое-как дошел досюда, спина вообще не сгибается, ничего не могу делать. Но это все фигня по сравнению с другими новостями. Яна мне вот чего написала, смотрите, то, что было ночью, когда она в 2 часа кормила. Она еще спать не легла, короче, ну и судя по тому, что она написала, девочка одна умерла. Ну, как бы я вижу, что здесь 8 щенков уже, то есть точно умерла. Видимо, что-то она пыталась с ней сделать. Кислородная наша штука, видите, стоит. Но, к сожалению, ничего не помогло. Ну, скорее всего, это синдром внезапной смерти. У нас уже в этом или в прошлом году у Васи, по-моему, у какого-то ребенка было такое. Что просто приехали из клиники и взял и отключился там через час, через два. Ну, это даже есть такое название, диагноз вроде как синдром внезапной смерти. Вот, просто щенок не запустился у него организм и он выключился. Вот, второй раз у нас такое. Видимо, периодически такое будет происходить и ничего не поделать с этим. Щенок просто моментально берет и укасает там в течение нескольких минут. И умерла, к сожалению, одна из девочек. Ну, так раз, видите, какой, не знаю, та, которую Яна отмечала себе оставить. Просто помните, ей понравилась триколорная и одна такого темного цвета. Но я не могу пока по фото понять, да ли это или нет. Сейчас еще раз фото посмотрю. Может пойму. Не, вроде умерла тигровая, а она хотела оставить соболинную без тигры. Без тигровин, так что, возможно, умерла не фаворитка. Ну, когда Яна проснется, мы уточним. Ну, а сейчас кормим щеночков. Примерно часик мне здесь с ними сидеть, пока они начнут отваливаться и засыпать. Чмокают, чпокают, все хорошо, как и должно быть. Все сильненькие, крепенькие, активные. Все моментально сами присосались. Так что все хорошо. Ну, но их теперь восемь. Получается, у нас теперь четыре девочки и четыре мальчика. К великому сожалению, ничего не поделаешь. Ну, а друзья, прошло примерно полчаса, как я здесь просидел. Видите, три-четыре щенка перестали присасываться и уже куда-то ползут. Значит, скорее всего, их можно убирать. Извините, в этот раз буду поменьше всего снимать, потому что спина болит. Мне даже одновременно ничего не поделать, не поснимать, не перекидывать. В общем, смысл в том, что дальше я их уберу в инкубатор. Еще на два часа. Потом через два часа приду снова кормить. Нет, больше не присасываются, видите. Фигня какой-то занимается, уже большая часть куда-то ползет. Что-то хотя хочешь найти место, где потеплее, не знаю. Сейчас я буду убирать в инкубатор. Ну да, друзья, что-то они жмутся в одну кучу. Уже большинство поело, поэтому надо убирать. Ну, тигры с того интересные. Но не будем сейчас проводить эксперименты с тигрой. Яна придет, посмотрим. Пока мне кажется, что их щенки совершенно не интересны. Поэтому сейчас Тима мне поможет их перекинуть назад в инкубатор. Как раз сейчас утром, он в школу собирается. В принципе, я думаю, что они уже поели. Минут сорок прошло. Тигр такая посмотрела, что это было. Ну, тянется, она так сейчас смотрит, что такое происходит. Ну, не знаю, в какой цели. Поэтому просто погладим ее и не будем ей ничего разрешать. Я сегодня не в том настроении, чтобы эксперименты проводить. Спина болит. Яна придет, часа через три проснется. Может, сама все сделает, мы посмотрим. Ну вот, друзья, пришел Тима. Привет. Вот, собирается в школу. Сейчас он ей поможет перекинуть вот сюда в инкубатор щенков. Давайте, Муха, берем тех, которые уже дурью маются. О, животики какие хорошие, смотрите. Аккуратненько. Так, кто еще на дурью мудрит, спит щенок вообще уже. Тоже, пузико хорошее. Держи. Вот этот вообще постоянно щенок. Вот этот щенок вообще постоянно фигней занимается. Самый первый такой. Ну, конечно, с таким пузом еще бы фигней занимается. Где спина? Так, кто еще? Ой, там сзади, смотри, еще два уползло у нас. Держи. Вот этот не такой пуза большой. Ты тоже давно наелся. Какой красивый, контрастный, да, ребят? Держи, Тимуха. Опа. Один ребенок ест самый яркий черно-белый. И там у попы два лежат. Тимуха, возьми их оттуда сам. Мне надо тянуться до туда. Можешь сразу. Ага, все. Закрывай. А этого щенка придется подождать мне. С ним посидеть. Ну, сам запихнул, да. Девочка, мальчик, не знаю. Давайте посмотрим, кто такой красивый у нас яркий. Черно-белый. Не могу понять мальчик. Вроде писюн есть. Мальчик, наверное. Ну, как наяривает, да? Причем присосался одним из первых. И до сих пор наяривает. Давай я тебе дам. А, он не был присосан, кстати. Дам ему другой сосочек. Во. Может, тебе не досталось ничего, а? Да там наяривал все это время пустоту. Ну, теперь точно будет поезд. Дадим ему время. Пусть он один посидит. Вот так вкусно ему одному. Прям аж песенки запел. Может, он действительно был не присосан. Там пытался внизу поймать что-нибудь, а ничего не ловилось. Ну, сидим теперь с ним еще минут 10, я думаю. Он прям с таким удовольствием посмотреть. Как будто всю жизнь не ел. Прикольный. Вот этот черно-белый. Такой необычный. Наверное, никто никогда не видел черно-белых таких бульдогов. Да, вообще окрасывает раз, конечно. Очень редкие. Обычно же бульдожки бело-рыжие. Что ты там возмущаешься? Что там хорошо? Молока достаточно. Вот, отключился. Отключился. Специально или случайно, не знаю. Может, другой вариант ему предложить? Давайте предложу ему другой вариант. Давайте попробуем вот сюда его подключить. Как тебе здесь? Для тебя весь ассортимент. А здесь? Тоже наелся, наверное. Наверное, он все-таки туда наелся. Не, не присасывается. Даже не хочет ни к чему больше. Давай. О, непонятно, короче, опять присосался. Посмотрим. Если сейчас отсосется моментально, значит, не очень-то и хотелось. Ну, я не хочу отсосаться. Ну, и ладно. Значит, тогда все. Прошу ровно 45 минут, как я всех покормил. Тим, забери тогда этого тоже все. Да. Не хочет он есть. Уже к трем местам присосал его. Все, спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я это... Их сейчас туда-сюда бы, наверное, тягал долго. Все, тигры вообще даже спят. Поэтому я тоже, может, пойду еще пару часов посплю. И уже с Яной вернемся в 8 утра. Она как раз в 8-9 встанет и поговорим, посмотрим, что новое. Что она расскажет еще раз. Перескажет историю, то, что ватсап написала, что было с девочкой. Да там все понятно. Мне кажется, нечего рассказывать. Ну, и посмотрим, что может. Тигре будем давать. Ну, похоже, сейчас не до этого. Тигре надо отдохнуть. Мы, думаю, заметим, когда тигр захочет к щенкам, если она захочет. Ну, все, друзья, мы молодцы. Покормили щенков. Вот они все уже в инкубаторе. Распределились по компании. Разделились на две группы по 3 и 5 щенков. Теперь им тепло, спокойно. Сразу успокоились. Вот. Ну, и видно, что Яна тут подключала кислородный концентратор. Без меня молодец. Смогла справиться. Не будила меня. Сама все сделала. Но, к сожалению, девочке это не помогло. Вот. Ну, ладно. Проснется Яна, нам все расскажет еще раз, наверное. Все, я пойду тоже посплю. Тигру закрыл, на всякий случай, в клетке, чтобы она ничего не наделала. Не лезла к инкубатору, никуда не, ничего не сделала. Так спокойнее будет.